Боец, которому 23 года, его рост 176 сантиметров. Он мастера спорта по карате, многократный чемпион Туркменистана по карате. Бойцовский клуб Вага ММА. Его тренер Вагиф Гусейнов, встречайте, из Туркменистана, Джемши Атай! Также его оппонент, справа от меня находится, боец, которому 22 года, его рост 175 сантиметров, также рекорд профессиональный, 5 побед, 2 поражения и 0 ничьих. Чемпион Узбекистана по грэплингу, мастер спорта по гикбоксингу. Дамы и господа, представляет клуб Сатаров Тим, тренер Сатаров Рахмат, действующий боец из Узбекистана. Муслим Омонов! Редефы в октагоне, Волков Илья. Бойцы на середину. Напоминаю правило, запрещены любые удары в затылок, в позвоночный стол, в пак. Запрещено хватать клетку и экипировку. Колени в голову работают только в стойке. Внимательно слушаю мои команды, пожали руки по углам. Итак, друзья, все готово к старту. Муслим Омонов против Джемшита Атаева. Боец из Узбекистана начинает правосторонние стойки. Стойки левши. Джемшит на первых парах достаточно активен. Все-таки интересно, конечно, и болельщицкое противостояние, потому что здесь очень серьезный десант из Туркменистана. И, конечно, мы слышим также бойцов из... Не бойцов, а болельщиков из Узбекистана. И перевод. Сверху оказывается Муслим. Прихватил шею соперника Джемшит. Посмотрите, сейчас отключает левую руку оппонента Муслим. И можно наносить удары. Нет, вовремя восстанавливает позиции Джемшит. Да, слышим мы туркменских болельщиков. Хороший удар локтем в исполнении Муслима. И продолжает он отрабатывать правой рукой. Все очень четко, по делу. Да, не просто приходится сейчас Джемшиту. Это надо признать. Очень активен в работе сверху Муслим. Ну вот немного вроде погасил атакующий пыл своего оппонента Джемшит. Но вот надолго ли? Потому что постоянно наносит удары по туловищу и в голову Муслима Омонов. Так, а это уже может быть интересно. Но нет, продолжает контролировать своего оппонента на конвасе Муслим. Садится в маунт представитель Узбекистана. Нет, вовремя, вовремя здесь выбирается из-под соперника Джемшит Атаев. В противном случае могли бы быть очень серьезные проблемы. Да, есть вариант забрать спину у Муслима. Но предпочитает он идти немножко другим путем. Да, не побил, поразмягчало. Вот теперь уже забирая спину, заправляет ноги. И можно пытаться душить. Или же просто размягчить ударами, а потом душить. Вариантов, как вы видите, масса. И разворачивается Джемшит Атаев. О, жесткие, жесткие удары локтя в исполнении Муслима. Друзья, человек тихо. Ромшир, ромшир. Пытается здесь... И выход на рычаг локтя. Не отдает, не отдает руку Джемшит Атаев. Пытается терпеть. И ногой хочет сорвать захват Джемшит Атаев. Пожалуй, все. К великой радости всех узбекских болельщиков Муслим Омонов побеждает досрочно. На третьей минуте, 51 секунде, болевым побеждает Муслим Омонов. Да, поздравляем Муслима Омонову. Все было сделано в высшей степени, четко, грамотно. С первой до последней секунды Муслим Омонов понимал, что он хочет делать.